здравствуйте мои дорогие рукодельницы и мастерицы рада всех приветствовать на канале я на skyball сегодняшний мастер-классе я предлагаю вам связать вместе со мной очень классный стильный и сочный костюмчик двоечку для наших четвероногих друзей данный мастер-класс будет состоять из двух частей в первой части мы с вами сяжем косточку очень мягкую воздушную с замочком на спине у меня было уже несколько запросов по данной теме показать именно как сделать застежку на спине я как обычно выбираю клёпочки для меня это самый удобный практичный вариант снимать и одевать на собачку очень легко и быстро вы же смотрите сами то есть если вам захочется вы можете сделать с пуговичками или вообще сделать кофточку на замке то есть это уже на ваше усмотрение что касается штанишек их мы будем сами разбирать во второй части мастер-класса я также скажу что нам понадобится покажу сейчас штанишки быстренько то есть они также у нас виду с вами видите наклёпочка что очень удобно также мы с вами расстегнули застегнули вообще без проблем очень все это быстро одевается снимается поэтому обязательно оставайтесь со мной до конца смотрите видео обязательно пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на все мои площадки прямые ссылочки закрепляю под этим видео буду ждать вас везде ну а мы начинаем уважаемые рекламодатели я приветствую вас всех на своем канале и приглашаю вас в сотрудничество для связи со мной пишите мне в личной сообщении в любом из удобных для вас мессенджеров ссылочки на мои мессенджеры я закрепляю под этим видео буду рада сотрудничеству для данного мастер-класса нам понадобится пряжа yarnart велюр цвет синий номер цвета 857 100 граммах 170 метров также нам понадобится небольшой моток yarnart dolce baby в белом цвете номер цвета 748 в 50 граммах 85 метров но вы можете заменить эту пряжу на пряжу yarnart велюр в белом цвете также нам понадобится еще один моточек пряжи alize cotton gold номер цвета 55 100 граммах 330 метров конечно мы начинаем с вами как обычно с наших расчетов в данном конкретно нашем варианте костюм чека у нас с вами будет вязаться совершенно по-другому не так как мы с вами привыкли вязать но прежде чем нам приступить к своей работе необходимо обозначить все-таки основные задачи с чего мы с вами начинаем а начинать мы с вами будем именно с наших расчетов для этого нужно снять мерочки со своей собачки я рекомендую их прописать чтобы вам было удобнее работать потом далее мы должны будем вот так вот схематично зарисовать полукруг ну и не такой скажем незаконченный круг и смотрим теперь значит начинаем мы с вами работу именно с провязывания нашего воротничка мы будем делать сейчас по-другому не так как мы делали обычно воротник вяжется здесь отдельно я его специального таким образом прорисовала застежка у нас пойдет теперь на спинке обычно мы вязали сами на животике но так как запросов было уже очень много показать именно застежкой на спине я спешу выполнить этот запрос поэтому сейчас вот так вот я рекомендую вам зарисовать тоже схематично вот такой вот круг где мы не закрываем верхушечку далее буду рассказывать что мы будем делать как будем распределять петли а пока начнем именно с провязывания нашего вот этого воротничка вязать мы его будем на длину равную вот этому параметру то есть обхвату шеи вашей собачки пока вяжем без прибавлений то есть обычная всегда до прибавляю полтора там два сантиметра на свободу прилегания но не в этот раз сейчас я провяжу где-то 19 сантиметров то есть я не буду взять 18 с половиной сантиметров а провяжу 19 сантиметров буду вязать вот так вот тоже не смыкая круг специально показала вот такое расстояние чтобы было понятно что здесь мы не соединяемся в круг вот провяжем сейчас нашу горловину и дальше я уже расскажу как мы будем распределять петли я беру сейчас крючок номер два и начинаю с провязывания первой петли сделали первую петелечку и затягиваем ее теперь нам нужно будет набрать 10 воздушных петель 2 3 4 5 6 8 9 и 10 последняя петля набрали цепочку теперь я набираю еще одну воздушную петлю на подъем делаю накид и во вторую петлю от крючка ввожу наш крючок вытягиваю петлю снова делаю захват нити и у меня 3 петли на крючке все три я провязываю вместе провязали снова делаю накид и в следующую петлю провязываю точно также протягивая рабочую петлю через три петли сразу слишком туго вязать не нужно чтобы потом было удобно вязать следующие ряды провязываем вот такие вот наши полустолбики вот так вот прям в каждую петлю вытянули и провязали через три накид не забываем делать это одна из самых простых резинок и доходим до конца так немножко не лишнего зацепила вот у меня осталась последняя петля точно также и и провязываем в конце я набираю также одну воздушную петлю подъема разворачиваю вязание и теперь мы видим вот такой вот сверху косичку что мы делаем снова накид это точно также во вторую петлю от крючка за заднюю стенку полупетли я ввожу крючок захватываю нить вытягиваю точно также остаются три петли на крючке все три я провязываю вместе снова накид и точно также за заднюю стенку полупетли следующую петлю ввожу крючок и провязываю все вместе снова делаю накид задняя стенка полупетли и провязываю все три вместе таким образом мы с вами вяжем резинку на необходимую нам длину все очень просто вяжем поворотными рядами в конце и в начале всегда у нас должна быть с вами одна воздушная петля подъема то есть вяжется очень просто и довольно быстро главное здесь осмотреть чтобы все-таки ниточка у нас да не путалась и вот у меня тут последняя петля вот так вот угловую тоже не теряю после того как вы провязали ряд я всегда рекомендую пересчитать количество ваших вот этих вот косичек сколько получается то есть нам должно быть 10 если мы набирали сами 10 рабочих петель и 1 у нас была воздушная на подъем соответственно 10 у вас должно быть здесь вот этих вот косичек но не теряем вот эту вот угловую то есть вот она у нас идет раз два три 4 5 6 7 8 9 и вот она 10 наша косичка иначе у вас поведет весь край будет либо сужение либо наоборот на расширение и так довязали второй ряд переходим к следующему снова 1 воздушная петля подъема разворачиваем вязание и делаем точно также не забываем делать накид сделали накид и вот во вторую петлю от крючка мы провязываем наши вот эти полустолбики то есть вот таким образом мы с вами продолжаем вязать я думаю принцип здесь уже понятен вот таким образом довязываем на необходимую нам длину то есть вяжется у нас видите с вами отдельно воротничок сразу по обхвату шеи вашей собачки и встречаемся итак давайте с вами посмотрим сколько в итоге у нас получается я провязала 19 сантиметров в длину вот такая вот у меня получается красивая резиночка ведь она такая немножко рельефно с двух сторон она абсолютно одинаковая что мы делаем дальше дальше нам нужно будет с вами сделать обвязку нашей вот этой резинки чтобы поднять петли выровнять края и потом уже впоследствии была возможность довязывать другой пряжей давайте сейчас я покажу как сделать обвязочку и так я сейчас как раз вот нахожусь на уголочке здесь вот я как раз остановилась сейчас набираю одну воздушную петлю на что еще обращаю ваше внимание я заменила крючок взяла побольше троечку чтобы петли были более такими крупными потому что пряжа которому потом будем добавлять она уже будет достаточно объемной поэтому берем покрупнее поднялись на одну воздушную петлю и дальше нам нужно будет делать петли то есть как мы это делаем ввожу крючок без накида без ничего вытягиваю и спокойно вот здесь вот так вот провязываю то есть вводим следующую нашу петлю вытягиваем и провязываем тут прям видно куда вставлять крючок вот так вот прям и идем по всему краю ведь здесь нет косичек как таковых но можем ориентироваться то есть вот у нас идет здесь видеть с вами 2 бороздочки 2 бороздочки одну петлю я провязываю в саму бороздочку потом вот сюда в соседнюю и опять в бороздочку то есть всего получается раз два три петли 1 2 3 то есть по три петли мы с вами провязываем снова вот у меня идет бороздочка здесь провязала одну петлю дальше вот сюда вот в соседнюю опять идет бороздочка стараемся здесь провязывать не стягивая потому что потом будет некрасиво вот так вот и бороздочку вот таким вот образом мы с вами провязываем по кругу поднимая наши петли затем мы с вами подсчитаем количество наших вот этих косичек и уже сможем сделать распределение так как мы обычно с вами делали продолжаем обвязку прям вот так вот по кругу и встречаемся когда уже весь круг провяжем хочу сразу вам показать здесь вот как на уголочке мы разворачиваемся смотрите я вот уже сейчас провязала свои вот эти вот косички и пересчитала у меня получилось по одному краю 34 вот этих вот петелечки дальше сюда я сейчас перейду здесь мы не считаем и вам нужно самое главное да вот здесь получилось допустим 34 или там допустим 36 45 или сколько угодно у вас может получиться у нас все зависит от плотности вязания от выбранных от выбранной пряжи крючка и так далее то есть мы про это помним здесь вас и не должно совпадать с моим то есть просто я вам говорю чтобы вы могли уже как-то ориентироваться и так когда провязали здесь у свое количество получается петель точно такое же количество вас должно получиться и по нижней стороне то есть если здесь у меня идет 34 значит здесь это же 34 про это помним сейчас покажу как сделать скругление вот я здесь вот уже в самую крайнюю видите провязала теперь сюда же еще раз 1 провязываем вот такой вот столбик без накида все и дальше вот сразу здесь уже есть такие вот как бы косички вот мы так вот в каждую косичку и провязываем здесь вот таким образом здесь гораздо попроще все дошли до края сюда вот мы уже провязали и сейчас буквально 2 сюда же провязываем столбик без накида в одну петлю все мы с вами закруглились и теперь точно так же как мы с вами и провязывали продолжаем поднимать петли единственное говорю обращаем внимание да на количество петель сколько получилось с одной стороны столько же должно получиться и с другой стороны поэтому продолжаем вязать ну вот я уже провязала здесь свои 34 петли и вот как раз у нас момент сейчас идет как бы скругление да здесь у нас уже был с вами по сути подъемная петля вводим сюда вот так вот последний провязываем с вами столбик без накида и присоединяемся то есть за шляпку вот этих нашего получается как вот в воздушную петлю которую мы набрали можно крючок поменять на более мелкий чтобы было удобно вот у нас идет петля подъема которую мы одну поднимали да вот за нее и цепляемся и протягиваем все мы с вами сделали обвязочку нашего воротничка приступаем к следующему этапу для того чтобы перейти на следующий ряд нам нужно с вами здесь вот обрезать ниточку потому что мы будем сейчас сделать с вами смену цвета закрываем полностью воротничок то есть он у нас идет отдельно и так прежде чем мы с вами теперь продолжим нам нужно снова вернуться к нашим расчетам тем более что теперь мы знаем с вами наше основное число у меня это 34 петли как я уже сказала по одному краю да и по второму собственно берем один край потому что именно от него мы будем продолжать формировать наш костюмчик поэтому вот у меня 34 петли первое что мы делаем делим наше число на 2 я поделила у меня получилось 17 то есть образно откидываем 17 петель на спинку и 17 петель на перед но так как я сразу уже здесь выделила по одной петле на линии реглана соответственно от этого числа у меня это 17 отнимая 4 наших петли реглана и у меня остается 13 13 очень неудобное число она у меня на три не делится потому что именно три полочками получается рукавчик раз потом передняя полочка грудь 2 и еще один рукавчик всего получается 33 значит 13 на 3 у нас не делится поэтому мы от 13 перекладываем петлю на спинку то здесь уже было 17 мы прибавляем 18 петель уходит на спинку и здесь становится на одну петлю меньше 12 петель 12 также делим на 3 прекрасно делится у меня получается 4 что это значит то есть у нас получается с вами грубо говоря по 4 петли на каждую полочку уходит можно в принципе так и оставить не дробить это число не переносить больше никакие петли потому что за время вязания мы все равно сможем добить свою ширину за счет прибавок но так как у моей собачки вот эта часть груди очень узкая всего 6 сантиметров а пряжа здесь будет у нас очень объемная поэтому я решила что сюда у меня пойдет не 4 петли а пойдет две петли вот я вам час пропишу две петли у меня идет на переднюю полочку и тогда здесь же образно должно быть 4 до то есть мы получаться по одной петле перекладываем на рукава и того на рукавах у меня уже получается не 4 петли а к ним добавляется одна петля всего получается 5 петель на один рукав и пять петель соответственно на другой рукавчик вот такие вот нехитрые подсчеты вы точно также производите свои расчеты и подставляете свои значения и так для вашего удобства я заранее здесь отметила маркерами наши угловые петли чтобы у нас здесь вот ровно да было 34 петли заявленных теперь здесь нужно обозначить серединку я это сделала для удобства чтобы нам не сюда как бы понимать откуда отталкиваться и собственно вести расчет смотрите вот так вот я складываю вдвое так складываем и у нас здесь образно говоря серединка но у меня в середине получается две петли я откладываю то есть вот от маркера да я вот здесь вот от края отчитала 17 петель повесила маркер и с другой стороны отчитала тоже 17 петель и вот у меня как раз остается петля то есть вот эти две центральные петли у меня это грудка вот я на одну повесила маркер вторая у меня открытая петля и считаем дальше у нас идет петля это вот линия реглана то есть мы обязательно отмечаем сейчас я вот сюда вот повешу маркер то есть вот у меня мои две центральные петли отсчитала вот сейчас буквально двигаюсь вот в эту сторону да то есть вот она моя линия реглана я не отметила маркером теперь откладываю 5 петель и на шестую вешаю маркер там где висит маркер вот эту петлю я уже не считаю от нее начинаем 1 2 3 4 5 отчитали и вот у меня идет 6 петля на эту шестую петлю я также вешаю маркер все повесила теперь то же самое я делаю с другой стороны не забываем что вот эти две петли они у меня идут на грудку этот маркер вообще уже можно в принципе снять чтобы он здесь уже не путал никого да то есть это мы в начале повесить чтобы понять где у нас серединка вот они мои две петли груди от них вот сюда вот я да у нас там дальше идет опять линия реглана уже в другую сторону вот я повесила маркер вот он теперь от маркера то есть вот эту петлю мы не считаем следующий раз два три 4 5 петель отчитали и вот на шестую я повешу еще один маркер да когда мы с вами откладываем петли начиная от края это конечно гораздо более удобно но с другой стороны надо же когда-то учиться до чему-то новому 1 2 3 4 5 вот на 6 все мы с вами распределили наши петли повесили наши маркеры вот эти угловые уже можно снять можно пока оставить пока не провяжите первый ряд чтобы вам понимать куда вводить крючок но в принципе основная наша работа сейчас проделана продолжаем итак начинаем мы с вами вязание снимаем уже угловые маркеры они нам уже не нужны вводим крючок в самую первую петлю берем нашу ниточку пушистую и протягиваем то есть первый ряд у нас с вами по сути является установочным закрепляемся и продолжаем поднимаемся на еще одну воздушную петлю подъема разворачиваемся делаем накид и в каждую петлю провязываем столбики с вот прям наши вот эти петли которые мы сформировали доходим таким образом до нашего первого маркера здесь покажу вот я дошла до нашего первого маркера который у нас идет на рукавчик сейчас в этом ряду здесь пока еще прибавок мы не делаем я просто снимаю маркер там где был маркер в эту самую петлю я провязываю просто обычный столбик с одним накидом обязательно возвращайте маркер на место чтобы не потерять эту петлю повесили теперь у нас по проекту идут с вами полосочки то есть у нас будет на рукавах по две белых полосы как мы их распределим то есть вот у нас висит маркер да и между маркером и вторым маркером у нас всего лишь 5 петель что мы делаем первую петлю я здесь провязываю синим цветом потом у нас идет белая петля потом синяя снова белая и синяя ну и дальше синяя там где у нас висит маркер сейчас провязываю 1 столбик с накидом синего цвета я его не довязываю сейчас будет у нас смена нити буквально на одну петлю берем ниточку белого цвета протягиваю через две петли придерживаю наши хвостики вот они не у меня делаю накид и вот в эту петлю я провязываю не довязанный столбик с накидом белого цвета опять остается две петли на крючке делаю замену цвета на синий вывожу синий цвет вот так вот перед работой захватываю ниточку и протягиваю через две вот таким образом и теперь у меня идет синий столбик я его провязываю как синий до теперь снова идет смена цвета на белый вывожу белую ниточку перед собой вот таким образом чтобы она шла над нашими хвостиками и протягиваю эту белую нить через две петли и сейчас провязываю вторую нашу полосочку белого цвета также снимаю две петли из крючка две у меня остаются снова смена цвета на синий так можно тут пальчиком помочь чтобы здесь ничего нам не мешало и протягиваем эту синюю нить через две вот таким образом и теперь снова накид и у нас здесь заканчивается синим столбиком то есть мы начали с вами здесь вот как раз наши полосочки провязывать снова доходим до маркера пока здесь провязываю просто один столбик без прибавок а впоследствии у нас пойдут прибавки там где висят маркеры провязываю полный полноценный такой столбик с накидом возвращаю маркер на эту петлю чтобы ее потом не потерять вернули и продолжаем теперь у меня идут здесь вода петли грудки они идут просто синего цвета у меня так вот у меня здесь первый столбик от грудки и второй столбик нашей грудки вот он маркер внимательно висит это маркер у нас получается вот два столбика на грудке дошла до следующего маркера и тут мы делаем то же самое там где висит маркер я просто провязываю пока цельный наш столбик синего цвета так без прибавок пока что хочет заходить не как провязали возвращаем маркер на место вот мы провязали там где у нас маркер следующий соседний столбик мы провязываем как недовязанный столбик синего цвета две петли осталось на крючке меняем цвет на белый протянули белую ниточку через две рабочие петли снова делаем накид и в соседнюю петлю мы провязываем полноценный наш нашу полосочку белого цвета но не довязываем ее снова меняем цвет на синий и провязываем все теперь синим цветом провязываем также не довязываем две петли на крючке меняем цвет на белый протягиваем через две петли снова накид и вяжем вторую полосочку не довязываем возвращаемся к синему цвету и протягиваем через две наши петли все и заканчиваем здесь нашим синим столбиком полноценным дошли до нашего маркера снимаем его и продолжаем сейчас у меня провязывается как раз столбик на котором был маркер я его вижу просто как вот обычный столбик с место и дальше довязываем просто столбики с одним накидом синего цвета кстати вот эту белую ниточку и бросаем за работой то есть вот на изнаночной стороне она так и остается мы не продолжаем ее тянуть за собой потому что у нас в основном узор сейчас пойдет только на рукавах поэтому накид и просто синей ниточкой продолжаем вязать столбики с накидом до конца этого ряда там где вот у меня висит маркер в углу я его уже снимаю он здесь вообще не нужен то есть мы просто обозначили края сейчас довязываем до конца переходим на следующий ряд поднимаемся также на две воздушные петли подъема разворачиваемся этот ряд полностью повторяется также как и первый мы вязали пока еще тоже без прибавок просто вяжем угловая петля вот эта угловая петля мы ее всегда пропускаем сразу заводим крючок в следующую петлю провязываем наш столбик с накидом синего цвета в общем до маркера вяжем просто синие столбики с накидом без изменений и так я дошла до маркера сейчас я нахожусь на изнаночной стороне напоминаю рукава мы пока с вами не расширяем но я начну расширять уже грудку то есть вот где у меня идут вот эти два центральных маркера здесь я уже буду делать первые прибавки а вот здесь на рукавах я пока прибавок никаких не делаю и так вяжем здесь по узорчик у провязываю просто там где был маркер просто столбик синим цветом возвращая маркер на место на ту же самую нашу петлю продолжаем подтягиваем нить снова накид и не довязываю здесь столбик потому что у нас идет сейчас переход света беру вот эту ниточку которая у нас здесь с изнаночной стороны и вывожу ее вот таким образом как бы перекручивая да и вывожу ее на лицевую сторону то есть вот чтобы она первая шла а вот эту синюю я прячу как бы за работой вот таким образом то есть мы ее выводим наперед протянули белую нить через две наших петли и в белый цвет в белую петлю мы также продолжаем формировать нашу вот эту полосочку провязали две петли на крючке убираем вот эту ниточку как бы за работу и вытягиваем выводим на передний план нить синего цвета захватываем и протягиваем через две петли снова делаем накид у нас идет синяя синий столбик мы его так и провязываем но не довязываем потому что сразу идет опять смена цвета захватываем белую нить задерживаем пальчиком вот эту синюю и белая у нас должна быть как бы сверху протянули через через две петли накид и там где у нас белая петля вот она белая петля мы в нее и вводим провязываем наш не довязанный столбик 2 петли осталось снова ниточку перекручиваем то есть вот таким образом задерживаю вот так вот белую ниточку и вывожу на передний план синюю протягиваю через две петли вот таким вот образом вот эту ниточку чтобы нам потом не перетягивать через вот так вот через наши столбики это будет некрасиво даже с изнаночной стороны мы будем ее сейчас протягивать но при этом будем прятать поэтому мы его так вот сейчас фиксируем по верхнему краю она у нас пойдет и что дальше делаем накид у нас здесь идет дальше обычный синий столбик с накидом мы его так и провязываем а дальше у нас вами идет маркер то есть вот он столбик где висит маркер так как я уже сказала что у нас будет с вами при бабочки только в местах вот где у нас идет грудка вот они два центральных маркера я снимаю этот маркер и там где был маркер я буду провязывать просто два столбика с одним накидом в одну петлю то есть вот сюда провязываем два столбика с накидом 1 и сюда же второй столбик 2 возвращаю обязательно маркер на место повесим мы его с вами вот на вот этот первый столбик для чего мы это делаем чтобы у нас вот это столбик которому здесь прибавили не уходил в рукав а ушел только на грудку поэтому здесь вот внимательно вот на этот столбик вот я возвращаю маркер все повесили теперь у нас с вами идут столбики нашей грудки видите я поверху прокладываю нить белого цвета мы ее как бы переносим незаметно провязываем наши столбики на грудке и доходим снова до столбика где у нас висит маркер второй столбик на груди там мы тоже делаем маркер о господи прибавку прошу прощения снимаем маркер делаем накид и там где был маркер мы провязываем два столбика первый столбик и в эту же петлю второй столбик провязали но здесь мы уже маркер будем вешать на вот этот крайний столбик вот чтобы у нас вот этот прибавочный столбик ушел опять-таки в грудку а не на рукав поэтому за этим прям следим смотрим куда у нас уходят столбики все зафиксировали закрыли и продолжаем вязать дальше теперь у нас идет обычный синий столбик мы его еще так и провязываем как недовязанный синий остается две петли на крючке теперь так как мы находимся на изнаночной стороне напоминаю мы вот так вот за работу то есть на себя уже откладываем нить синего цвета и выводим на передний план с лицевой стороны до чтобы у нас была белая нить протягиваем через две петли на крючке и дальше там где у нас идет белая полоса туда же мы и формируем нашу следующую полосу да теперь снова делаем переход перехлёст нитей выводим вот таким образом то здесь я пальцем фиксирую белую а синие мы выводим на первый план протягиваем синюю нить через две петли из крючка и также провязываем следующий столбик как недовязанный синий столбик опять две петли на крючке вот так вот снизу видите я меняю получается так вот я придерживаю пальчиком синюю ниточку а белую вывожу на передний план и провязываю вот таким образом все теперь накид снова провязываем следующую полосочку белым цветом также не довязываю здесь опять идет замена цвета рабочую нить я поверху эти так вот я как бы перекрещиваю ниточку на и синюю вывожу на передний план протянули здесь так все подтягиваем чтобы здесь ничего у нас не торчало и дальше довязываем просто синим цветом нам так здесь смотрите какой еще момент так как мы здесь закончили вот лампас получается вот здесь вот мы ниточку и можем бросить потому что в следующем ряду мы с этого же места и начнем формировать наши лампаса теперь у нас идет маркер мы его вытаскиваем здесь пока прибавки я не делаю просто провязываю как обычный столбик с накидом обязательно не забываем возвращать маркер на место чтобы нам его потом не потерять закрываем и дальше провязываем просто обычные столбики с накидом до конца этого ряда вот таким образом довязываем сейчас до конца потом покажу что будем делать дальше ну вот я дохожу до конца ряда делаю последний здесь столбик сделали и поднимаясь на две воздушные петли подъема разворачиваю вязание сейчас мы переходим уже на лицевую сторону делаем накид так же как и всегда мы пропускаем угловую петлю и сразу заводим крючок в следующую и провязываем уже со всеми прибавками то есть сейчас мы доходим до маркера просто столбиками с одним накидом ну вот я дошла до нашего первого маркера теперь здесь у нас пойдут полноценные прибавки вытаскиваю маркер и там где был маркер в эту петлю мы провязываем три столбика с одним накидом первый столбик накид сюда же второй столбик и сюда же третий столбик возвращаем маркер вешаем его на центральный наш столбик вот это как раз и будет столбик где у нас проходит регланная линия один столбик прибавки у нас уходит с вами на спинку один регланная линия и второй третий у нас идет на рукав то есть понятно на средний столбик посередине возвращаем маркер доходим до следующего маркера соблюдая наш узор я сейчас нахожусь на лицевой стороне так сейчас у нас здесь вот идет последний вот этот столбик синего цвета я его так и провязываю как недовязанный столбик то есть нас остается вот две петли на крючке теперь мы снова поднимаем с изнаночной стороны нашу вот эту белую ниточку которую мы там бросали и протягиваем ее через две петли дальше накид и вводим крючок там где у нас идет вот это наша белая полоска провязали две петли на крючке снова меняем ниточку на синюю снимаем две петли из крючка захватываем синюю провязываем синий наш не довязанный столбик снова меняем ниточку на белую протягиваем через две петли накид и формируем вторую нашу белую полоску провязали меняем на синий цвет и дальше продолжаем провязывать просто синий столбик да у нас идет теперь маркер доходим на маркера здесь теперь уже не два столбика мы провязываем как в прошлом ряду а будем провязывать три столбика также в одну петлю чтобы у нас равномерно прибавки уходили 1 в рукав 1 на грудку и 1 регланная у нас была линия напоминаю вот эту вот ниточку белого цвета мы переносим на вторые наши вот эти вот полосочки поэтому прокладываем ее как бы сверху но сейчас у нас идет линия реглана да то есть провязываем в одну петлю три столбика раз сюда же второй столбик с накидом и сюда же третий столбик с накидом не забываем возвращать маркер всегда его теперь вешаем на средний столбик то есть посередине именно там где висит маркер у нас и идет с вами прибавка про это помним аккуратно так вот сдвигаю нить провязываем до следующего маркера столбики с накидом дошли до маркера здесь также провязываем в одну петлю три столбика делаем накид и провязываем первый столбик с накидом сюда же второй столбик с накидом и третий столбик с накидом в одну петлю на средний столбик возвращаем маркер так вот ровно посередине доходим до следующих наших полосочек здесь вот мы сделали прибавку из трех столбиков также у нас здесь идет последний синий столбик мы его провязываем как не довязаны снимаем 2 петли из крючка 2 осталось у нас выводим белую ниточку на передний план протягиваем через две петли и провязываем точно так же как не довязанный наш столбик снимаем 2 петли из крючка 2 осталось снова выводим синюю ниточку на передний план и протягиваем через две петли теперь провязываем также не довязанный синий столбик 2 петли на крючке снова выводим белую ниточку на передний план и провязываем наш белый столбик также не довязали меняем цвет и дальше провязываем наши синие столбики так дальше у нас идет вот с вами петля линия реглана до куда мы делаем 3 бабочки помним по 3 столбика в одну петлю ниточку всегда вот эту вода подтягиваем так вот придерживаю я всегда вот здесь вот это такой вот как небольшой секрет чтобы не тянуть за нить чтобы не порвать ее а все делаем очень аккуратно и осторожно хотя вот эта синяя нитка она очень действительно прочная вот на что обращаю внимание очень удобно она не не крошится ничего и так провязали первый столбик в одну петлю второй столбик сюда же и так третий столбик сюда в одну петлю и точно также возвращаем маркер на место на средний столбик здесь все без изменений и дальше довязываем просто столбики с накидом до конца этот ряд провязываем на что хочу обратить ваше внимание смотрите так как мы с вами формируем наши полосочки с двух сторон и с изнаночной и с лицевой стороны они получаются вот такие вот найти неровные да то есть видно здесь что где-то они более ровно ложатся где-то нет не пугайтесь то есть если бы мы делали только на лицевой стороне вот как сейчас давай провязывали тогда были бы у нас ровные с вами полосочки но так как мы вяжем поворотными рядами то это вполне предсказуемо поэтому когда мы уже с вами свяжем нашу вот эту вот кофточку мы пройдемся по вот этим вот белым полоскам я покажу потом как закрыть вот эти вот все нюансы шероховатости и все будет хорошо поэтому пока вяжем так и дальше уже мы с вами подправим ситуацию довязываем до конца этот ряд самостоятельно итак следующий изнаночный ряд мы будем провязывать с вами без изменений то есть я продолжу делать прибавки в тех местах где у меня висят маркеры на что хочу обратить ваше внимание как понять да сколько всего нужно делать прибавок как я уже говорила и показывала у меня у собачки получается расстояние между передними лапками 6 сантиметров на данный момент здесь провязана у меня вот три с половиной сантиметра то есть мне нужно еще в нескольких рядах здесь продолжить делать прибавки всегда вы провязываете и я советую вот так вот обязательно замерять чтобы здесь вот не переборщить с прибавками иначе потом все это в груди будет складываться гармошкой поэтому смотрим внимательно вот здесь вот за грудкой да и контролируем прибавки рукава я покажу что будем делать с рукавами но сейчас провязываем пока ряд изнаночный соблюдая все прибавки и так я уже провязала еще один ряд соблюдая все прибавки хочу что вам показать значит смотрите опять смотрим грудку вот провязали ряд и сразу замеряйте смотрите чтобы здесь вот не было перебора у меня сейчас на данный момент 5 сантиметров уже то есть мне остается в буквально сделать еще по одной прибавки с каждой стороны в грудке и у меня здесь будут как раз вот эти мои 6 сантиметров на этом я закончу здесь сделать прибавки я покажу как это сделать но в этом ряду который мы сейчас будет с вами провязывать мы уже будем с вами закрывать наши рукава на данный момент вот у нас идет рукавчик сейчас я покажу он у меня где-то пять с половиной да вам видно пять с половиной сантиметров на данный момент как понять сколько же воздушных петель нужно будет набрать смотрите значит у меня один воздушный столбик из такой вот плюшевой пряжи равен где-то 5 миллиметров вот я и считаю одна воздушная петля 2 3 4 5 6 7 то есть в обхвате лапка у моей собачки 9 сантиметров в итоге получается что вот этой ширине которая уже имеется мне нужно еще добрать 7 ну или 8 петель на свободу продвигания дать можно немножечко пошире сделать рукавчики набрать до 8 или 7 петель и все этого будет достаточно вы точно также ориентируйтесь смотрите сколько нужно добрать вам потому что и опять говорю да из раза в раз что у нас плотность вязания у всех разное смотрите сколько у вас в миллиметрах составляет вот один такой вот столбик из такой пряжи и уже от этого отталкиваетесь вы так поймете да сколько же вам нужно набрать этих воздушных петель продолжаем итак переходим сейчас на лицевой ряд поднимаемся как обычно на 2 воздушные петли подъема разворачиваемся делаем накид пропускаем угловую петлю и сразу в следующую вяжем просто столбики с одним накидом все как обычно синим цветом ну вот я дошла до маркера здесь смотрите я уже прибавки делать не буду ни на спинку не в рукав вы же смотрите да то есть сколько вам еще нужно сделать этих прибавок то есть чтобы здесь вот у вас не превышала вот этого как раз помните мы с вами снимали мерочку сейчас покажу обхват до в самой широкой части у моей собачки 24 сантиметра то есть вам нужно чтобы вот это расстояние то есть вот она она как раз вот это вот расстояние она не должно превышать этого значения а даже должно где-то составлять но 23 22 сантиметра потому что вы еще все равно будете потом здесь вот довязывать полочки которым будут крепиться у нас с вами вот выбранные застежки либо это будут пуговицы либо это будут клепки у вас здесь уже по желанию смотрите поэтому здесь вот тоже контролируем количество прибавок и так снимаем маркер теперь там где был маркер я обязательно провязываю последний один столбик провязала и теперь набираю 7 воздушных петель но можно набрать 8 как я уже сказал чтобы рукавчики может быть были посвободнее сейчас я наберу 2 3 4 5 6 7 все-таки наберу наверное 8 чтобы уж наверняка было все-таки посвободнее не люблю когда слишком жмет где-то что-то до 8 воздушных петель вот я набрала вот у меня висит маркер я также его снимаю запоминаем то место где он у нас висел здесь принципе дырочка уже большая достаточно видно все так же делаю накид и присоединяюсь вот в эту дырочку где был маркер столбиком с одним накидом все мы с вами сформировали вот такой вот аккуратненький красивый рукавчик то есть вот мы с вами присоединились делаем накид если нужно да вам прибавку еще делать то делаем буквально в эту же петлю в которой мы присоединились я делаю второй столбик с одним накидом все то здесь у меня будут прибавка есть теперь накид дальше довязываю до следующего маркера просто столбики с накидом ну вот я дошла до маркера снимаю его теперь там где был маркер мы провязываем уже не один столбик а 2 потому что видите мы двигаемся от грудки к рукавчику здесь было наоборот у нас дат рукава груди а здесь вот так вот поэтому прибавка у нас должна быть на грудке мы помним с этой стороны поэтому один столбик провязали он у нас идет как прибавка в грудку а второй столбик это уже у нас такой рекламный столбик от которого мы с вами набираем наши воздушные петли набираю 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 набрали 8 воздушных петель ну или сколько вам там понадобится снимаю следующий маркер и там где был вот этот маркер я уже присоединяюсь одним столбиком с накидом здесь все очень просто вот таким образом и дальше просто довязываю столбики с одним накидом до конца и так значит мы с вами сформировали уже наши рукавчики сразу на что хочу обратить внимание когда мы с вами вот так вот формируем рукава естественно в обхвате здесь сразу пойдет на увеличение сейчас покажу то есть у меня было где-то 20 сколько я говорила 23 сантиметра до сейчас посмотрим ориентировочно ну так вот просто даже на вскидку чтобы вам показать насколько здесь увеличивается сейчас у меня здесь 27 сантиметров то есть понимаете да что для меня вот это вот величина она достаточно большая нам нужно будет по-любому здесь в последующих рядах убрать вот этот лишний объем который мы с вами добавили сейчас и еще такой у нас момент получается смотрите сейчас в следующем ряду мы уже с вами просто вот здесь будем довязывать нашу длину рукава пока мы бросаем то есть мы сейчас их не будем довязывать а будем довязывать отдельно уже будем провязывать по кругу формируя наши вот эти полоски уже по лицевой стороне что очень удобно поэтому я пока что вот эту белую нитку здесь вот так вот отступлю хвостик и отрежу чтобы она мне не мешала и так я поднялась уже на две воздушные петли подъема и продолжаю вязание сейчас в этом ряду я буду делать первые убавки поэтому делаю накид угловую всегда пропускаю и сразу в следующую петлю провязываю столбик с одним накидом таким образом я провязываю буквально до середины то есть вот до вот этого момента и вот здесь я сделаю первую у бабочку то есть меня здесь 23 и вот здесь вот уже как раз 4 последний на вот мы сейчас сделаем столбик всего получается у нас раз два три 4 5 столбиков провязали и теперь вот можно сделать уже нашу бабочку первую делаем накид вводим крючок в следующую петлю снимаем 2 петли из крючка две петли остается снова делаем накид и в соседнюю петлю вводим крючок вытягиваем снимаем также две петли из крючка 3 осталось все три я провязываю одной общей вершинкой вот так делается у нас у бабочка снова делаем накид и продолжаем довязывать до наших подрезов и так я дошла до нашей цепочки из 8 воздушных петель под эту цепочку я и провязываю 8 столбиков с одним накидом 2 прямо так вот за цепочку 3 4 5 так 5 6 7 8 провязали 8 столбиков с одним накидом и дальше продолжаем вязать вот так же как мы вязали просто столбики до следующего нашего подреза здесь мы провязываем точно также по цепочку 8 воздушных петель но или сколько вы набирали столько столбиков и провязывайте и доходим до конца этот ряд ну вот я обвязала здесь вот второй наш рукавчик провязала здесь вот пять столбиков но вот буквально до серединки дохожу и сейчас повторяю нашу бабочку то сделаю накид ввожу крючок в следующую петлю снимаю две петли из крючка 2 остается снова делаю накид и в соседнюю петлю провязываю такой же не довязанный столбик 3 петли должно остаться на крючке все три петли мы провязываем одной общей вершинкой все и дальше продолжаем просто вязать столбики с накидом до конца на этом этапе я всегда рекомендую померить на собачке посмотреть как сидит вот здесь вот в грудке ничего ли там не давит не жмет или наоборот может быть слишком много вы здесь сделали то есть если все сидит хорошо продолжаете вязать дальше значит смотрите я тоже померила на своей собачке понимаю что у меня здесь как я уже показала в обхвате превышает допустимое значение то есть я здесь продолжу делать убавки как делать у бабочки я вам уже показала на этом я уже останавливаться сейчас не буду вы продолжаете точно также в каждом ряду делать убавки до тех пор пока здесь не достигнете своего желаемого значения да то есть вашего обхвата поэтому я сейчас буду делать продолжать свои у бабочки здесь все очень индивидуально каждому понадобится свое какое-то количество убавок да но что хочу сказать вот мы делаем у бабочку следующую убавку лучше сделать все таки со смещением но не к краям потому что здесь нам нужно ровная вот это вот полочка да потому что здесь потом у нас будут клёпочки чтобы ее не повело в разные стороны делаем с 1 со смещением в одну петлю именно в сторону рукавчиков то есть вот сюда и уже тогда у вас пойдут хорошие такие красивые у бабочки и так что нам необходимо сделать дальше дальше нам нужно провязать точно такую же резинку я ее уже заранее провязала показывать я это сейчас не буду потому что повторяться нет смысла вы можете отмотать видео к началу и посмотреть как мы вязали то есть вы сейчас провязывайте необходимой длины резинку у меня она 22 сантиметра то есть ровно столько же да вот сколько мы здесь с вами отмерили то есть вот она у нас резиночка пойдет здесь вот я кстати говоря нашу ниточку не обрезала сейчас мы будем присоединяться когда вы уже провязали свою резиночку ее нужно правильно подвязать смотрите что мы будем делать нам нужен эффект как бы наложение то есть у нас вот эта верхняя часть будет как бы закрывать вот этот вот шовчик чтобы было ощущение что резиночка как будто бы под вот этой вот но основной частью кофты что мы делаем то есть у меня сейчас на лицевой стороне находится кофта на лицевую сторону я выкладываю с лицом на себя вот эту нашу резиночку теперь я вот так вот складываю и сейчас вот так вот мы с вами будем как раз таки вшивать и так вот она наша петелька подтягиваем немножко и теперь я беру вот эту первую петлю с нашей резинки и сразу цепляю здесь протягиваю рабочую нить еще раз делаю захват нити и протягиваю через две петли без накида без ничего ввожу на самой резинке крючок за две полупетли обращаю ваше внимание и за две полупетли на самой нашей вот этой кофте снова захват нити и протянула через две петли снова ввожу крючок в соседнюю петлю и сразу же следующую до нашу с кофты вытягиваю нашу синюю нить протягиваю через нее через две петли сразу до нашу рабочую нить то есть вот таким вот образом мы с вами будем здесь сшивать наши две детали сейчас я немножко провяжу и покажу какой будет у нас эффект получаться главное все делаем не спеша аккуратно смотрите как получается когда мы так провязываем у нас вот как раз то о чем я и говорила у нас закрывается шов но на передний план выходит вот это наша пушистая кофточка то есть у нас как бы резиночка будет утоплена немножко продолжайте сейчас самостоятельно сшивать две наших вот этих детали и когда уже пришьете здесь свою резиночку мы встречаемся ну вот я уже ввязала свою резиночку получился вот такой вот как бы эффект видите а с другой стороны у нас получается тоже очень красивое такое ровное соединение вот обычно принципе так вот мы да как бы с вами присоединялись но в этот раз мне захотелось сделать именно чтобы у нас был эффект утопленной резинки поэтому сейчас я буквально еще одним рядочком пройдусь в обратную сторону вот этот хвостик который у нас здесь образовался моего сейчас тоже вот сразу же и спрячем поднимаясь на одну воздушную петлю подъема разворачиваюсь и теперь делаю накид и угловую петлю сразу пропускаю и вот в следующую ввожу крючок 3 петли на крючке все три провязываю вместе снова делаю накид в следующую петлю ввожу крючок вытягиваю 3 петли все три провязываю вместе и так далее накид и в следующую таким образом я дойду до конца нашей резинки ну вот я провязала еще буквально один ряд то есть вот у нас получается вот такая вот здесь как бы оборочка резинка утоплена все прекрасно теперь нам нужно сделать будет узелочек обрезать нить можно синего цвета что дальше дальше на сами нужно будет подготовить наши вот эти полочки с двух сторон я буду вязать где-то полтора или даже два сантиметра с одной стороны и столько же с другой у меня довольно широкие вот эти вот клепки то есть я буду набирать на одну полочку 6 воздушных петель плюс 1 7 на подъем и вязать точно так же как мы вязали здесь и здесь и точно такую же полочку я сделаю с другой стороны вы также можете взять свои клепочки примерить посмотреть какой ширины вам нужно вот это вот резинка и уже делать на основании своих запросов да сейчас я иду вязать свои две резиночки и мы с вами встретимся ну вот я уже провязала две вот таких вот полоски сделала все точно так же и не забыла конечно же про нашу окантовочку которую мы также делаем я одну уже даже пришила крючком видите как аккуратненько красивенько смотрится теперь то же самое мы будем с вами делать вместе с другой стороны я покажу как это сделать все очень просто и так я к себе кладу вот таким вот образом лицевой стороной на себя потом вот так вот разворачиваю и прикладываем принципе у нас здесь одинаковый будет принцип сшивания что мы делали здесь внизу что здесь будет одинаково этот хвостик сейчас будем с вами прятать пока я его беру чтобы удобно было значит смотрим у нас идет косичка с одной стороны и косичка идет с другой стороны цеплять мы будем с этой стороны вот от себя захватывать будем одну полупетлю внутренняя полупетля у нас остается свободной и также будем дальнюю от себя подхватывать полупетлю с другой стороны то есть вот таким образом захватываем рабочую нить протягиваем через две петли и обязательно закрепляем вот таким образом сейчас можно такой хвостик проложить чтобы он здесь уже сразу спрятался у нас и продолжаем точно так же захватываем одну полупетлю от себя и одну полупетлю вот она на и пока уберете ниточки чтобы не мешало и протягиваем снова захват нити и провязали снова от себя дальнюю полупетлю от себя захватили и провязали таким образом нам нужно с вами провязать до конца то есть у нас получается вот такой вот шовчик но такие нитки часа захвачу дойду сейчас до синего цвета покажу как здесь вот я дошла до синего цвета сейчас покажу как мы здесь провязываем принципе точно так же тоже захватываю за одну полупетлю и на самом нашем основном полотне да мы также захватываем петлю боковую и провязываем сильно не затягиваю то есть вижу вот так вот с небольшим видите то есть вот сильно я не затягиваю петлю вот так вот немножко посвободнее что потом у нас ничего здесь не перетянула вот так вот протягиваем снова полупетля протянули что у нас получается с этой стороны видите какой аккуратненький шовчик продолжайте сейчас самостоятельно довязывать до конца и встретимся ну что ж мы с вами здесь уже все подшили две наших полочки теперь нам нужно решить наши вот эти вот клепочки какие там есть у вас то есть вы распределяете уже здесь самостоятельно количество клепок можно сделать 3 можно сделать 4 я сделаю 4 то есть вот так вот я распределю здесь с внутренней стороны соответственно также и у меня вот так вот будет застегиваться на спинке пока я это убираю сразу перейдем с вами к вязанию рукавчиков чтобы уже вам показать как мы будем здесь оформлять начну я формировать наши рукавчики вот с этой точке то есть вот отсюда пойду синим цветом дай потом дойду до полосочки здесь у нас все как обычно будет провязываться вязать будем рукав по кругу то есть вот я начинаю с угла присоединяю нить фиксирую ее обязательно все мы присоединились и теперь буду просто столбиками с одним накидом вязать по кругу собственно делаю накид и провязываю в этом ряду у меня нет никаких убавок то есть я буду вязать просто по кругу столбики с накидом вот таким образом между получается столбиками ввожу крючок и провязываю снова между столбиком это мы сейчас вяжем с вами в подмышечной впадине да там делать у нас идут вот эти вот где мы набирали воздушную цепочку и вот это место мы провязываем вот таким образом а дальше уже пойдут вот такие вот косички и здесь у прям за две косички будете захватывать и провязывать свой столбик с накидом вот так вот за две полупетли сразу же а пока провязываем до наших полосок и так я дошла до момента где у нас сейчас пойдут полоски вот последний у нас идет синий столбик перед нашей полосочкой как вы помните мы не довязываем вот этот столбик остаются две петли на крючке берем нить белого цвета продеваем ее через две петли и здесь у нас с вами формируется уже узор исключительно по лицевой стороне что очень удобно то сделаем накид и вводим крючок в нашу белую петлю вытягиваем снимаем две петли из крючка 2 остается снова я на передний план здесь вывожу нить синего цвета и протягиваю через две наших петли теперь у нас один идет столбик синего цвета мы его так и провязываем как не довязанный столбик также снимаем две петли из крючка 2 остается снова вывожу на передний план нить белого цвета с хвостик вот эти все по кругу сразу прячутся протягиваем через две петли синего цвета снова накид там где белая у нас вот эта петля мы в нее вводим крючок и также не довязываем снова выводим синюю нить на передний план вот так вот перед собой да и протягиваем через две петли все теперь вот эти белые нитки мы оставляем здесь вот за работой то есть чтобы не нам здесь вот не мешали убираем их и продолжаем вязать просто синим цветом по кругу столбики с одним накидом как я уже сказала здесь мы убавок никаких не делаем и так я дошла до места нашего присоединения то есть вот у нас идут здесь помните мы набирали вот воздушную петлю вот прям сюда вот в шляпку нашего столбика делаем присоединение и протягиваем через сразу нашу рабочую петлю все теперь мы снова поднимаемся на 2 воздушные петли подъема делаем накид и вот сразу в следующую петлю я буду делать так нет здесь я не буду делать убавку но в этом ряду у нас уже пойдут у бабочки то есть я сейчас провяжу 3 столбика с одним накидом и сделаю убавку вот три столбика я провязала накид и ввожу крючок как мы делаем убавки я уже показывал у нас их суть еще раз покажу вот не довязали столбик снова накид и в соседнюю петлю вводим крючок вытягиваем снимаем еще две петли из крючка 3 осталось все три провязываем вместе вот мы сделали одну бабочку с вами теперь продолжаю вязать дохожу то есть еще часов сделаю три столбика с одним накидом 2 3 и снова сделаю убавку точно также снимаю 2 петли из крючка снова накид в соседнюю петлю 3 петли на крючке все три провязываю вместе количество убавок конечно регуляр регулируйте самостоятельно то есть в зависимости от того какой ширины нужен рукав но я решила через каждые три столбика делать у бабочки и так вот мы с вами сделали у бабочку провязали еще три столбика и сейчас у нас должна быть по идее убавка но у меня здесь идут вот эти полоски сразу а нам надо чтобы обязательно один столбик у нас синего цвета оставался чтобы быть но был плавный переход поэтому что мы делаем я под распускаю вот этот столбик то есть получается что я провязала сейчас как бы два столбика вот у меня убавка два столбика и сейчас я сделаю одну бабочку последнюю до с этой стороны раз не довязали две петли на крючке и соседнюю петлю то есть сделали нашу убавку и вот у нас как раз остается один наш столбик синего цвета провязываем его как не довязанный столбик опять захватываем нашу ниточку которую мы бросали здесь до белого цвета так вот захватываю ее и протягиваю через две петли делаю накид и там где у нас белая петля провязываю белый столбик недовязанный снова меняем цвет на синий протягиваю через цвет ну то есть у нас повторяется все то же самое в принципе то что мы делали из раза в раз также не довязываем столбик две петли на крючке меняем нить и провязываем еще один белый столбик не довязываем две петли на крючке поменяли цвет и протянули то есть все у нас с вами здесь продолжаются наши полоски опять я делаю одну один столбик синего цвета здесь так белую нить я уже не захватываю белую ниточку мы уже здесь бросаем опять не тянем ее дальше просто продолжаем синим цветом сейчас накид и вот один столбик у нас один столбик от полосочек у нас получается с вами идет синего цвета обязательно и один после чтобы у нас вот эти вот наши полосочки не повело в разные стороны а теперь вот можно сразу сделать у бабочку делаем убавку 3 петли на крючке все три провязываем вместе и так далее до конца мы сейчас с вами доходим уже практически сделали у бабочку здесь у нас она только одна помещается так и захватила лишнюю нить белого цвета и и такой пальцем придерживаем с другой стороны есть принципе у нас уже у бабочки все сделаны в этом ряду и вот у нас идут наши петли подъема присоединяемся снова поднимаемся на 2 воздушные петли подъема и продолжаем вязать провязываем столбики с накидом в этом ряду я точно также буду делать у бабочки но уже через 4 столбика то есть мы там начинали получается провязывали сначала три столбика потом убавка 3 столбика убавка теперь будет 4 столбика убавка так 3 и 4 провязала 4 столбика и убавка 2 петли снимаю еще 2 снимаю 3 на крючке все три провязали вместе провязываем оставшиеся столбики 3 здесь лучше сделать убавку вот в этом вот месте то есть мне час по идее должен быть четвертый здесь столбик но у нас уже видите скоро идет здесь вот белые полоски поэтому я уже сейчас сделаю здесь у бабочку то есть вот не довязала и в следующую петлю все три петли провязала вместе и дальше я провязываю наш столбик синего цвета и снова у нас все повторяется то есть как вязать этот узор я уже показывала неоднократно снова перетягиваю здесь вот мы не довязываем столбик помним про это две петли должно остаться на крючке чтобы нам смена цвета произошла у нас ровненько подтягиваем ниточку захватываем и там где белая у нас провязываем белая нитью две петли на крючке снова меняем цвет и протягиваем теперь у нас синий столбик также не до вязаны две петли на крючке поменяли цвет протянули накид и сюда и обязательно один столбик синего цвета все белую ниточку мы также отпускаем и так далее то есть продолжаем делать наши у бабочки по кругу уже через четыре столбика ну и в общем таким образом продолжаем вязать на необходимую нам длину наш рукавчик делая убавки смотрим да то есть мы делали через три столбика потом через четыре потом через пять и так далее то есть всегда регулируем у бабочки вот как вам нужно да то есть как вот нужно сузи здесь рукавчик так вот вы и продолжаете вязать я провяжу всего где-то 7 сантиметров в длину и дальше уже у меня пойдет резиночка покажу еще один момент да то есть у моей собачки получается длина передней лапки 11 сантиметров вот я 7 провязываю и мне оставшиеся там она пойдут от именно на резиночку вы также регулируйте самостоятельно смотрите какая нужна длина лапки вам и провязывайте ну что ж мои дорогие вот такой результат у нас с вами получился смотрите я уже довязала два рукавчика провязала их на необходимую мне длину дальше я провязала буквально один ряд столбиками без накида по кругу и следующий ряд у меня пошел просто столбиками с одним накидом все то здесь я никакую резинку там не провязывала вы же можете сами да решить для себя какую резиночку хотели бы вы может быть вы сделаете рельефную резинку тут уже на ваше усмотрение все я очень надеюсь что вам понравился данный мастер-класс обязательно напишите свое мнение в комментариях для меня это очень важно но я прощаюсь с вами до новых мастер-классов пока пока